Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем беседу о участии греческих левых в развитии событий двадцатого века в истории Греции. И сегодня мы с вами говорим о роли греческих левых в гражданской войне, которая была в Греции в 1946-1949 годах. Предпосылками развязывания гражданской войны стали события второй половины 1944 года, когда в освобожденной от немецкой итало-болгарско-фашистской оккупации стране при активном участии возглавляемой коммунистической партией Греции и союзными ими социалистической партией, аграрной партией и некоторыми другими мелкими левыми партиями национально-освободительным фронте столкнулись с противоборством со стороны регулярных вооруженных сил, возглавляемых королем, которые вернулись в освобожденную страну осенью 1944 года. Тогда же, в 1944 году, в конце лета, в начале осени, в Грецию прибыли военные части британских вооруженных сил. Они прибыли для изгнания немецких фашистских захватчиков. Но так получилось, почему-то так получилось, скажем с иронией мы, что британцы были заняты в зачистке малого количества территорий, где еще оставались отдельные военизированные части вермахта, потому что на две трети страна была уже освобожденной силами национально-освободительного фронта. При этом развитие событий 1943-1944 годов показали Великобритании, что дело принимает социальный оборот. То есть на освобожденных территориях при активном организационном участии Коммунистической партии и их товарищей по оружию были организованы комитеты национального освобождения, который в итоге сформировался в так называемое временное демократическое правительство национального освобождения, и коммунистические идеи притворялись в жизни и в политическом и в социальных планах. Лондон был категорически недоволен складывающейся картиной, и поэтому когда велись тайные переговоры в Москве с советским руководством и закладывались принципы влияния в послевоенной Европе, Британия выбила себе соотношение 90 на 10, то есть 90 процентов английского влияния и 10 процентов советского влияния в Греции. Так оно и стало для последующей политики Москвы и Лондона. Когда британские войска прибыли в Грецию, уже через несколько недель им пришлось столкнуться в борьбе не с немцами и их сателлитами, а с вооруженными силами национально-освободительного фронта. Апогеем этой борьбы стали декабрьские события в Афинах. 3-4 декабря 1944 года в столице Греции были разогнаны с помощью применения вооруженных сил, танков и мотопехоты. Те демонстрации, которые организовал ЭАМ, Народно-освободительный фронт, политическая сила, возглавлявшая национальное сопротивление в Греции. Кровавая резня, которая была учинена в Афинах, имела последствия для всей страны. В последующие недели, в декабре-январе 1944-1945 годов, по всей стране прокатилась волна демонстраций, которые были жестоко подавлены и британскими, и монархическими регулярными вооруженными частями Греции, которые к тому моменту полностью обосновались в стране. Эти события положили начало тому конфликту, который разверется в гражданскую войну. В 1946 году ЭАМ был переоформлен в демократическую армию Греции. Демократическая армия Греции, семидесятилетие которой празднуется коммунистической партией и ее соратниками в текущем 2016 году, было основной военной силой, которая противостояла англичанам и монархическим вооруженным силам короля. На протяжении нескольких лет этой борьбы были как успехи, так и поражения с обеих сторон. Демократическую армию, которую возглавляли левые, поддерживали и югославские власти, пришедшего к власти маршала Тита, и Москва. Товарищ Сталин лично, еженедельно получал сводки с Балканского фронта и при его активном участии разрабатывался план развития событий. В течение 1946, 1947 и 1948 годов, то есть в течение всей гражданской войны в Греции, в Москве проходили встречи на разных уровнях, в том числе руководителей стран. Это были трехсторонние встречи советского правительства, Болгарии и Югославии. Этих двух балканских стран, где к этому моменту уже пришли к власти так называемое правительство народной демократии, и вместе с Советским Союзом эти страны участвовали в решении сложившейся ситуации. Также надо отметить те прямые контакты, которые были организованы между коммунистической партией Греции, как основной действующей силой сопротивления против греческих и британских войск и советским правительством. Специально в 1946 году Москва направила свой самолет для того, чтобы председатель Центрального комитета Коммунистической партии Греции Николаус Захариадис прибыл в Москву. Захариадис встречался с Молотовым и Сталином. Захариадис передавал записки о состоянии дел и просил у Москвы военную и техническую поддержку, помощь. Эта поддержка была оказана, но в каком процентном соотношении, в каком размере? И здесь мы должны сказать, что это полностью зависело от того, считало ли советское руководство целесообразным поддерживать на том или ином периоде борьбы греческих коммунистов или нет. В течение всех тех лет, когда велась вооруженная борьба между коммунистами и правящим режимом, восстановленным в Греции, Москва то усиливала, то ослабевала поддержку. И по ее прямому указанию также поступали власти Югославии и Болгарии. Военная поддержка была небольшой. Технически поддержка была обусловлена невозможностью в связи с экономическим состоянием, только что вышедшей из войны этих государств, так и тем, что Москва сильно сомневалась в успехе данной борьбы со стороны левых. И в итоге, сразу забегая вперед, мы скажем, в 1948 году и в начале 1949 года Сталин давал прямые указания о сворачивании военной поддержки греческих коммунистов, видя бесперспективность их борьбы и понимая, что то самое соглашение 90-10, которое было заключено с англичанами, Москва вынуждена выполнить. Но вернемся в саму Грецию. Демократическая армия, как продолжательница Народно-освободительного фронта, приняла в свой состав десятки тысяч человек. Это были не только коммунисты, это были социалисты, это были аграрии, часть интеллигенции и даже представители мелкобуржуазных партий и та часть офицерства, которая не соглашалась с политикой восстановленного монархического режима. Именно это обуславливало те успехи военных операций, которые были у демократической армии Греции. Именно это обуславливало их активную борьбу на протяжении всех этих лет. Правящий режим был гораздо лучше оснащен и в военном, и в техническом плане. Уже в 1946 году ему безусловную поддержку оказал Лондон. Британские войска, как уже было сказано, принимали непосредственное активное военное участие. Также Лондон направлял и вооружение, и деньги. А в 1948 году к борьбе в Греции присоединились Соединенные Штаты Америки. Это участие Англии и США на стороне греческого правительства и регулярно вооруженных сил Греции, безусловно, сыграли решающую роль в поражении демократической армии. В итоге, в 1949 году, весной, были нанесены последние решающие разгромные удары в частях горных предместьев границ с Албанией и Югославией, где демократическая армия понесла свои последние тяжелые поражения. Испешно были вынуждены коммунисты организовать переброс сначала детей, потом женщин и стариков, а затем и остальных части своих сил, то есть и старшего офицерского состава, и рядовых членов, через Албанию и Югославию в страны народной демократии, чтобы спасти от полного человеческого истребления оставшихся в живых участников демократической армии и их поддерживающих сил. Тяжелая кровавая борьба, которая была развернута в 1946-1949 годах в Уреции, по оценке историков, самых разных политических взглядов, но объективно стала первым вооруженным конфликтом в рамках разворачивающейся холодной войны между складывающимися двумя полярными взглядами на геополитическую обстановку в Европе в частности и в мире в целом, между советским блоком и западным блоком. Именно эта гражданская война на Балканах стала первой тренировкой сил и взглядов, на которые ориентировались в 1950-е годы в Восточной Европе и на Западе. Что принесла гражданская война народу Греции и греческим левам? Во-первых, понятие, что силы, несмотря на то, что демократическая армия проиграла войну, силы у коммунистов и их товарищей были большими. В конце 1948 года в составе демократической армии было около 120, по разным оценкам, 120 тысяч человек. Для страны, где все население менее 7 миллионов, это очень важный показатель. Идейным же выводом коммунистическая партия Греции, социалистическая партия и левой партии, которые и сейчас продолжают свою деятельность в стране, было следующим. Отстаивание идей народной демократии, опора на самостоятельные силы, без оглядки и без воззрений на какую-то эфемерную, безусловную помощь извне, вот на что опирались греческие коммунисты и их поддерживающие силы в стране. Сейчас, когда празднуется 70-летие демократической армии, вспоминаются те успехи и тот дух патриотизма и мужества, который был в рядах сражающихся, которые дали основу для закалки партии в вооруженной борьбе. Конечно, современные левые апеллируют к демократическим и мирным способам решения вопросов и отстаивания своих взглядов. Но, в отличие от многих своих соратников в Европе и на Востоке, греческие левые не забывают и о вооруженной борьбе. Говорится об этом осторожно, но настойчиво. Борьба была тяжелой, борьба была проиграна, но она не прошла незамеченной. И хотя раскол в греческом обществе сохранился до сегодняшнего дня, греческие левые получили безусловную эмоциональную и численную поддержку в стане своих соратников. И это определило их поведение на протяжении всего XX века. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...